Доктор Вам сниматься, вам шоколад нельзя Более того, когда мне дарят пациенты шоколадки Я часто не могу их донести до кабинета Их у меня реквизируют сотрудники Вы можете как эксперт объяснить, с чем это моя мания Вот эта шоколадная связанная Ну сначала нам нужно исключить вариант, что у них мания И поэтому они отбирают ваши шоколадки Ну не без того, конечно, но я сам его люблю Хорошо, на сегодняшний день наукой доказано, что есть зависимость у человека от шоколада Но никто не может объяснить механизм Более трети населения имеют зависимость У них есть практически ежедневное желание съесть кусочек шоколада Но никто не понимает Есть предположение, что это связано с гормоном серотонином И что это повышает настроение Но связь пока не должна У меня явно повышается, когда забирают плохое настроение Тем не менее, давайте просто вот в двух словах объясним нашим зрителям, что такое шоколад Вот что такое сыр, я понимаю, а что такое шоколад? Шоколаду как продукту уже практически 300 лет Из чего делается шоколад? Берут какао-бобы плоды, какао-дерево Их трут, получают какао-тертое Какао-тертое прессуют и разделяют на какао-масло и какао-жмых Какао-масло и есть основа для шоколада Это растительный какао-жир, грубо говоря, с ярко выраженными вкусами А какао-жмых из него делают порошок какао, которым мы пользуемся в быту Почему шоколад? Я думал, что шоколад делают из того же порошка какао, чтобы продать Нет, нет, нет Это абсолютно рано Шоколад из какао-масла дороже процентов на 40, чем из какао Понятно Так, а что там кроме какао-масла? Сахар Безусловно, сахар Ну, растительный жир из какао-масла Если это шоколад с добавками, там может быть дополнительно молочный жир Разные виды сахара Вкусовые добавки Часто добавляют соевый лецитин, если это формировочная плитка Потому что такова технологическая особенность Сухое молоко Почему так сильно отличается цена? Ну, реально, в десятки раз иногда Причем это именно шоколад И то, и то шоколад Основная цена в стоимости плитки какао-масла Чем больше какао-масла, тем дороже плитка Чем больше там сахара или какао или других заменителей, тем дешевле плитка Тем не менее, с прошлой ряда мы видим другую ситуацию Условно, есть некий бренд, которые, естественно, выпускают некую линейку Шоколад разный У них есть молочный, черный и так далее Мы вроде как теоретически понимаем, что в черном шоколаде, да? В нем больше какао, да? А в молочном меньше Но цена одинаковая на каждую позицию Это особенность... Я проживаю в Европе большую часть времени И особенность рынка европейского, что большее потребление темного шоколада Поэтому он дорогой В наших странах потребляют шоколад с вкусовыми добавками Он более пользуется спросом Поэтому на него выше цена Понятно Тем не менее, почему говорят о том, что вот детям рекомендуется исключительно молочный шоколад? Я вот этого, собственно говоря, не понимаю У нас же проблема, скорее всего, с количеством какао-масла Ну дайте меньше, но обычного Ну, во-первых, темный шоколад достаточно горький для ребенка, это раз Во-вторых, возможно, рекомендация вызвана наличие молочного жира А какие молочные жиры в шоколаде? Что это? Это классический молочный жир Когда мы сепарируем молочный жир А их пытаются заменить, как везде? К сожалению, да В дешевых видах шоколада его заменяют Тогда это как-то маркируется? Обязаны по закону В СНГ обязаны по закону Обязаны по закону Да, друзья мои, вопросы про шоколад Вопросы? Здравствуйте Хотелось бы поинтересоваться Как влияет шоколад на печень? Положительно или отрицательно? Вы готовы об этом рассказывать? Я как доктор, я не доктор и я не имею права комментировать Если ребенок голодный Голодный и хочет есть, это раз То плохо не влияет Опять-таки, нет плохого влияния Все зависит от количества Если ребенок сейчас небольшое количество шоколада Плохо не влияет То есть каких-то отрицательных влияний на печень У шоколада нет Нет Если учесть, что в шоколаде много белка Белок вообще к печени не имеет никакого отношения Белок это вы учили в школе Разрушается ферментами, расщепляется Который вырабатывается каким органом? Поджелудочной железой А печень вырабатывает желчь Которая щепляет жиры Если в шоколаде много жира То это нагрузка на желчь Вот в этом плане Поэтому если это будет очень много Ну наверное все-таки надо съесть Ну очень много шоколада Ну грамм 200, наверное Чтобы количество жира в этом шоколаде Было таким, что печени аж станет плохо Я думаю, что от 200 грамм шоколада Станет плохо, независимо от количества жира Позвольте добавлю Если мы говорим о 100 граммовой плитке То обычно в ней содержится 53 грамма сахара Около 24 грамм жира И все остальное это какао-масло А 53 грамма сахара это много Это больше суточной нормы на самом деле для человека На самом деле для меня, как для врача Реально самое опасное в шоколаде Вовсе не белок какао На который, конечно же, теоретически возможна аллергия Всегда и самое неприятное Это что? Избыточное количество сахара Избыточное количество сахара В 21 веке Когда дети много сидят, мало двигаются Ну вот это и есть печаль Вот это главная печаль Поэтому если у ребенка нет огромной попы И толстых щек Если он занимается спортом То риск шоколада практически минимален Добрый день У меня такой вопрос Если ребенок аллергик Стоит ли ему вообще давать шоколад? И если да, то в каких количествах? Друзья мои Я вот хочу, чтобы вы четко понимали Не бывает как бы аллергика вообще Понимаете? Ну если у ребенка аллергия, условно говоря, на рыбу Почему ему нельзя шоколад? Конечно, надо пробовать Другой вопрос в том, что Вы четко должны понимать Что я много раз об этом уже говорил И в прошлом сезоне, и в этом Я обращаю на это внимание Это важнейший вопрос В последние годы Принципиально изменилась Тактика прикорма Рекомендации по срокам введения прикорма Радикально изменились в последние годы И я хочу, чтобы кто это еще не услышал Не понял, это знали То есть раньше считали Что если есть продукт Который вызывает часто аллергические реакции Например, шоколад или рыба То давать его надо как можно позже Там в три года В четыре года Не торопиться Сейчас считается Что если есть семейная аллергия На какие-то продукты То есть у мамы аллергия на шоколад У папы аллергия на шоколад То есть если вы хотите Чтобы ребенок ел шоколад То его надо попробовать рано Рано В возрасте около шести месяцев Капельку уже надо давать Чтобы приучить иммунную систему К этому Понятно? Но если у мамы нет аллергии На шоколад У папы нет аллергии На шоколад Чего эта тема вообще поднимается? Чего надо придумывать И каркать И ждать болезни Все будет нормально Спасибо большое Погу ли я добавить? Да, конечно Сам по себе шоколад Редко бывает аллергеном Самый частый аллерген в шоколаде Это соевый лецитин Поэтому желательно Если вы видите Что у ребенка На плитку с шоколада Где написано в составе Соевый лецитин Есть аллергенная реакция Отказаться от этого формата Другое дело Что к сожалению Даже европейские производители Больше половины Пришли на соевый лецитин Потому что технологически Чтобы отлить плитку Нужно добавить лецитин В какао массу То есть в этом плане Кусковой шоколад Да это очень хорошо Я так понимаю? Если у ребенка Есть аллергия на соевый лецитин И мы можем это подтвердить Лучше идти в кусковой шоколад пробовать Обратили внимание? Запомнили? Замечательно Да, еще вопросы? Скажите пожалуйста С какого возраста Можно давать детям вообще шоколад? Частота приема шоколада И количество опять-таки интересует Ну еще раз смотрите Если мы говорим о шоколаде Мы рассматриваем его прежде всего Как источник получения удовольствия То есть мы с вами четко понимаем Можно прожить жизнь без шоколада Улыбаться, наслаждаться И все будет нормально Но так жить не хочется Хочется достать своему ребенку радость Это очевидно? Очевидно Если в семье нет проблем Я бы все-таки рекомендовал Эту тему примерно до двух лет не поднимать Она не нужна Ну просто не нужна Пусть ребенка нормально формируются зубы Пусть он научится жевать Почему? Шоколад сладкий Он прилипает к зубам Это прямой путь к кариесу То есть нам надо Чтобы ребенок умел Глотать Полоскать рот Чистить зубы То есть для безопасности И еще что все-таки Для нас очень важно Хорошо есть шоколад тогда Когда мы имеем возможность Тратить энергию То есть ребенок в таком возрасте Вот в таком Не может носиться А вот когда он начинает бегать По всему дому Его не могут три человека поймать И при этом у него нет уже вот такой попы Вот это самое время Давать ему шоколад Дать попробовать Оценить реакцию Это понятно? Замечательно Все Да Вопрос Здравствуйте Вопрос наверное к доктору в первую очередь Существует мнение такое Не знаю Может быть мифическое По поводу возбуждающего действия шоколада Насколько оно актуально И стоит ли как-то фильтровать Да давать утром А не вечером Или смотреть по ребенку Это возбуждает Лично меня Да Я когда вижу шоколад Я очень возбуждаюсь Но я о другом Понимаете еще раз Шоколад это источник сахара Сахара Наесться сладкого И лечь спать Ну это принципиально неправильно Понимаете Ну просто Обмен веществ Не должен так работать Да Если мы получили источник Легко усваиваемой энергии Быстрая энергия Быстрый углевод Чистый сахар Да Что надо сделать? Бегать Поэтому съесть шоколад Перед прогулкой То есть позавтракать Съесть шоколадку И побежать гулять Это круто Но дать шоколадку Перед сном Ну это прямой путь К толстой попе И куча неприятностей Спасибо большое Договорились? Итак друзья Шоколад очень интересная Полезная Вкусная тема Спасибо Юлия Что вы были с нами Мы обязательно вернемся И продолжим разговоры О полезной еде Спасибо Аплодисменты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо